Добрый день! Это программа «Мнение» телеканал «Беларусь-4 Гомель». Меня зовут Михаил Садовский. В ближайшие 30 минут поговорим на актуальные темы вокруг Беларуси и внутри нее. Формированию патриотизма и патриотическому воспитанию граждан в Республике Беларусь всегда уделялось и продолжает уделяться большое внимание. В то же время это сложное понятие по-прежнему иногда трактуется поверхностно. А вот ведь понятие «патриотизм» вбирает в себя набор смыслов, который очень широк и многообразен. Сегодня в нашем эфире попытаемся разобраться, что же такое патриотизм для беларусов и о том, как воспитывается патриотический дух у молодежи на примере одной из общественных организаций. С нами на связи депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Викторовна Довгала. Ирина Викторовна, добрый день! Здравствуйте, Михаил! У каждого человека есть то, что он любит. Это родные люди, друзья, хорошая работа. Интересно, а как много людей, по-вашему, любят свою родину? Кого можно считать патриотом своей страны? Интересны ваши размышления на этот счет? Какой интересный вопрос! Вы знаете, это же, наверное, не математическая задача, чтобы можно было вычислить, да? Ну, условно, если мы берем граждан нашей Беларуси, что у нас, условно, 9,5 миллионов и сколько из них любят. Конечно, это не математическая задача. И даже, наверное, было бы не совсем корректно говорить о каком-то процентном отношении, да, соотношении к общему числу наших жителей. Но я думаю, что все-таки именно большая часть, я бы сказала, гораздо большая часть любит свою страну и является патриотом своей страны, нежели те, кто подло и нагло может ее предать. А то, что касается вообще как бы понятия, кто является патриотом своей страны, то, может быть, я буду совершенно неоригинальной, потому что тот, кто готов ради своей страны не задавать вопросы, а что мне за это будет, а сколько мне за это заплатят, встать на защиту своей Родины. И если мы говорим о совершенно, я бы сказала, на таком чисто жизненном, что ли, примере, то, наверное, патриот – это кто может просто встать в транспорте и уступить место пожилому человеку или беременной женщине. Это тот, кто может не пройти мимо наглости и подлости и остановить, ну, условно, хулигана. Это тот, кто может просто сказать, а это моя страна, и я люблю ее. Не в этом ли патриотизм? Ведь все складывается из мелочей. Наверное, так. Да, вот из таких маленьких пазлов складывается общая картина. Ирина Викторовна, а вот лично для вас, что такое, что означают слова «родина» и «патриотизм»? На мой взгляд, во-первых, они тождественны. И, вы знаете, как-то, говорит, на лирику как-то потянуло. И, наверное, вот помните строки «С чего начинается родина?» С картинки в моем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Я вот как-то невольно сейчас вспомнила, что вообще с течением, наверное, жизни у меня вот это понятие «родина» немножечко менялось. Я когда-то в школе выступала и отстаивала честь школы на спортивных соревнованиях и была горда, что я выиграла, что я победила. И это звучит «моя школа». Даже не мое имя, а номер моей школы. Потом мы были на районных соревнованиях и уже старше становилось, выступали на городских. Вы понимаете, то есть вот семья, школа, да, звучит «район», «мой город», а сегодня для меня это моя страна, моя самая лучшая. Поэтому вот это отождествление, вот понятие «родины» и «патриотизма» для меня абсолютно очевидны. Ирина Викторовна, вот вы высказали важный тезис, что гражданин страны должен не только получать что-то от государства, но и отдавать. И это касается, например, даже не налогов и чего-то большего. Вот как считаете, наше общество вообще созрело к такой позиции? Ну и в принципе, в чем вот это вот должно проявляться? Что гражданин должен отдавать своей стране? Очень хороший вопрос надо заметить. Вы знаете, буквально, вот буквально сегодня, буквально сегодня, очень-очень активно обсуждается вчерашнее совещание у президента по обновлению концепции национальной безопасности. Ведь каждый человек чувствует себя в безопасности, когда у него, ну, не будем лукавить, абсолютной безопасности находятся близкие, сам он, его дом, его имущество, его дети и так далее. Но самый главный вопрос – а что ты сделал для этого? И поэтому вот сейчас вопрос идет даже не в налогов, а в личном участии человека, да, в обеспечении безопасности своей страны и себя лично. Я далеко не случайно делаю на этом акцент, поскольку действительно самый простой вариант – это сидеть, я прошу прощения, на диване в тапках и говорить это. И сразу возникает вопрос – а кто, если не мы? И я сегодня невольно вспомнила наши добровольные народные дружины, которые были в советские времена и сегодня получили в буквальном смысле этого слова новое дыхание. Поэтому участие людей не только в материальном, но и в социальном плане и как раз-таки в том же патриотичном – это достаточно серьезный вклад каждого человека. Ирина Викторовна, ну вот вопрос может быть банальный, но, на мой взгляд, важный. Вот патриотам нужно именно родиться или им можно стать, воспитав себе это чувство словом, с чего стоит начинать? На мой взгляд, рождается маленький-маленький человек. И, конечно, в какой семье он воспитывается, в какое учреждение он пришел, в какой школе он будет учиться, с каким настроением приходит тот же воспитатель, тот же учитель в школе, тот же преподаватель в ВУЗе или в любом другом учреждении. На мой взгляд, конечно же, это процесс воспитания. И это не от случая к случаю, а это каждый день и каждый час. И, на мой взгляд, все равно это начинается с семьи. Конечно, воспитание. Что, какие ценности в семье есть? Насколько семья заинтересована в том, чтобы сохранить вот свои семейные ценности? Чем она дорожит? И при этом, насколько важно, чтобы семья закладывала, пусть даже, как мы говорим, банальные, но вот эти ценности о том, что... И это, вы знаете, вот перейду. Существует понятие идеологического патриотизма. Знаете, когда говорят, вот, типа, это навязанная реклама идеологами и так далее. Я говорю, а вы предложите свое, а вы вот расскажите нам, вот, каким образом нужно работать сегодня. Но самое главное, любой человек, который работает с ребенком и работает вообще в целом с людьми, ведь наше сознание способно к изменению. И если я вас сегодня перемещу из студии, да, телерадиокомпании Гомель в другую среду, даже на месяц, и буду бесконечно вас, знаете, вот наталкивать, напичкивать, как говорят, вот этой информационной дезой, вы, наверное, в какой-то момент, наверное, сначала усомнитесь, а потом в нелегок час можете и поверить. Но будем сопротивляться. Да, понимаете, поэтому далеко не случайно и очень важно, с какими людьми, вот, начиная от рождения, ребенок бесконечно сталкивается. Вот я еще раз говорю, родитель, детский сад, школа, вуз, работа и так далее. Поэтому, на мой взгляд, воспитание имеет просто колоссальное значение. И думаю, что не просто рождается, а, конечно, воспитание сегодня, здесь и сейчас. Верю, вот тогда будет патриот. А если он не верит людям, с которыми он рядом, боюсь, что вряд ли. Ирина Викторовна, вот подскажите, что вообще государство на данный момент делает для поддержания патриотизма своих граждан? Вот, ну, в чем это может проявляться? Потому что, на мой взгляд, как-то это все происходит несознательно. Но вы, как человек опытный, может быть, сможете рассказать. Вот очень такой интересный вопрос. Опять, а что делает государство? Мы с вами сейчас только говорили о том, как все-таки общество должно участвовать, каждый из нас. Давайте мы начнем вот с самого-самого интересного момента. У нас, как правило, вот особенно все последние годы, каждый год начинается с того, что у нас объявляется год какого-то направления. У нас был год исторической памяти, год народного единства. Сейчас идет год мира и созидания. Это говорит о том, что год пронизан какой-то определенной идеей. То, что сегодня стране важно, необходимо, в чем она заинтересована и на что будет, так скажем, направлять своих людей. А этим всем, в буквальном смысле этого слова, пронизано, начиная от мероприятий, встреч, телепрограмм, простите, афиш кинотеатров и театров, репертуара, всевозможных встреч и так далее. То есть, вот идет какой-то определенный концептуальный момент. Это одно из, так скажем, направлений. Я не могу сегодня не сказать о том, насколько государство заинтересовано, опять-таки, как говорят, Кулик говорит о своем, да, насколько государство сегодня заинтересовано в том, чтобы сама по себе законодательная база соответствовала тому, чтобы, во-первых, исполнялась наша конституция. А у нас в конституции указано четко, что Беларусь – это унитарное социальное правовое государство. И вот эта социальная составляющая – это очень важный момент. И люди должны это не просто видеть, чувствовать, потому что, ну, это в буквальном смысле этого слова, и мама этому содействует. Даже такой, казалось бы, вопрос социального направления, как материнский капитал. Ведь мама рождает ребенка, и это завтра будущий воин, если это мальчик, да? Но каждый должен делать свое дело добросовестно и честно. И поэтому государство создает условия. Ирина Викторовна, время нашего эфира достаточно ограничено, но есть у меня еще несколько вопросов, поэтому попрошу ответить тезисно. Вот давайте с такой интересный взгляд, вернее, на интересную такую позицию по поводу патриотизма обратим наше внимание. Стоит ли больше знакомить наших граждан, например, с достопримечательностями нашей страны? Не самыми известными, пускай это Мирский замок, Несвежский замок. Но ведь невозможно не влюбиться в страну, глядя на вот бескрайние озера, поля и, в принципе, красоты нашей природы. Вот через туризм. И можно ли воспитывать чувство патриотизма в людях? Нужно. Не просто можно. Нужно. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодняшние все проблемы, в том числе и санкции, где-то закрытие границ, повернуло наших людей действительно посмотреть на то, что у нас есть. И хочу обратить внимание. У нас сегодня турфирмы, и очень, кстати говоря, правильно делают, у нас сегодня идет не только на культурную составляющую, что далеко не маловажно. У нас есть промышленный туризм, медицинский туризм. Сегодня обыкновенный белорус, который может попасть на БелАЗ, увидеть не просто с экрана телевизора или с обложки журнала, какой махиной является вот этот просто совершенно потрясающий автомобиль наш БелАЗ, аналогов которого по большому счету в мире нет. Это просто как один из штрихов. То, конечно же, туризм внутренний нашей страны, наверное, вот эти все проблемные моменты подтолкнули. И нам есть чем гордиться и что приумножать. И, конечно, что сохранить. Ирина Викторовна, ну и завершить разговор хотелось бы вопросом с цитатой нашего президента. Личное в сторону только народ, только государство. Чем этот тезис важен в нынешней сложной обстановке у границ нашего государства? Как говорят, сто тысяч раз подпишусь под этим тезисом президента. Помните, когда-то в советские времена, еще из, опять-таки, стихотворения, говорит, раньше думай о родине, а потом о себе. Вот сегодня не просто настал час, когда нужно, наверное, все-таки выйти из вот этой личного комфорта и подумать о том, что сегодня именно с моим участием моих близких, моей семьи, моих друзей, и не кого-то, а куда-то, а будет обеспечена национальная безопасность. И это очень важно. Поэтому тезис президента нужно услышать всем. И важно его к себе лично применить. Ирина Викторовна, большое вам спасибо за то, что уделили время, пришли в наш эфир и высказали свое мнение. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Во второй части программы поговорим о патриотическом воспитании молодежи на примере Белорусского Республиканского Союза. Молодежи, оставайтесь с нами. С нами на связи второй секретарь Гомельского обкома Белорусского Республиканского Союза Молодежи Александр Прищепов. Александр, добрый день. Здравствуйте, Михаил. Буквально считанные дни назад вы были избраны вторым секретарем Гомельского обкома БРСМ. Расскажите, насколько долгим был ваш жизненный путь в организации и как удалось прийти к таким итогам? Ну, могу сказать, что мой путь начался, это, конечно же, со школьной скамьи. Будучи еще школьником, я вступил в ряды Союза Молодежи. Затем это была уже студенческая жизнь. Там я тоже продолжал активную деятельность совместно с БРСМ. В последующем я выбрал, конечно же, вуз. Это педагогический, так как я любил всегда общаться с молодежью. Более того, ну, хотелось бы и какие-то знания, знания какие-то для молодежи внести вообще в целом. И, знаете, потом для себя я определил, что я хочу действительно работать в педагогике и конкретно работать с молодежью. То есть как-то так с БРСМ мне связала и моя профессия частично, и моя активная жизнь до поступления в высшее учебное заведение. То есть можно говорить, что это такое призвание в своем роде? Можно, да, можно так сказать, да. Подскажите, вот вы вступили в Союз Молодежи определенное количество лет назад. Любая организация должна всегда планомерно, эволюционно развиваться. Расскажите, чем отличается БРСМ тех лет, когда вы вступали, от того БРСМ, который мы видим сегодня? Знаете, сразу можно отметить то, что сейчас Союз Молодежи активно себя проявляет в социальных сетях. То, что сейчас близко для молодежи, это, конечно же, социальные сети, мы там активно проводим работу. И в том числе сейчас мы видим, как Союз Молодежи старается идти в одну ногу с молодежью в целом. Поэтому вот эта часть точно модернизировалась и приобрела некий статус. Далее, конечно же, модернизировались направления деятельности. Сейчас мы знаем, что добавилось еще такое направление, как правовое воспитание молодежи, то есть ранее такого не было. И сейчас вот совершенно недавно появилась такая система грантов, это конкурс молодежных инициатив. Такого раньше не было. Сейчас каждый молодой человек может себя проявить и зарекомендовать, и более того, получить какой-то грант на развитие своей собственной инициативы. Ну вот это действительно интересная инициатива. Позвольте перейти к следующему вопросу. БРСМ в определенной доле называют правоприемником комсомола. Хоть вы не застали комсомольских времен, но все-таки скажите, что вот по-вашему вашу организацию объединяет с предшественниками? В чем проявляется связь поколений? Вы знаете, во многом определяется наша связь даже в том, что комсомол и БРСМ – это в первую очередь команда молодых патриотов, которые любят свою страну, готовы работать на благо нашей Родины, созидать только постепенным, планомерным трудом, вкладывать свой посильный вклад в развитие Республики Беларусь. То же самое было и с комсомолом. Все были готовы работать на благо Родины. Далее, это студенческое движение, студотрядовское движение, конечно же. То есть сейчас мы видим, как активно поддерживаем мы студенческие отряды, и в том числе главы государства тоже неоднократно Александру Георгиевичу Лукашенко. Было отмечено, что действительно молодежь должна трудиться, и тут, знаете, дело не в деньгах. Действительно, мы не должны выращивать иждивенческую молодежь, должна та молодежь быть, которая знает цену, которым она зарабатывает деньги своим собственным трудом. Поэтому комсомол нас связывает и традициями, и историей, и патриотизмом, и студенческие отряды в том числе. Вот если говорить вообще о масштабах БРСМ сегодня, насколько это масштабная организация вообще в плане Беларуси, кто составляет основную массу участников, и вот что самое интересное, как Гомельская область смотрится на фоне других первичных организаций в других областях? Ну, начнем с того, что БРСМ – это самая массовая молодежная организация вообще в Республике Беларусь. Начнем с этого. Что же касается, кто составляющая этой самой молодежи, ну, в первую очередь, конечно же, большинство – это, конечно же, учащиеся учреждения общего и среднего образования. Это профессионально-технические образования, ну, сейчас это уже колледжи. И, конечно же, это наша студенческая молодежь и работающая молодежь. Ну, конечно же, большинство из них – это, конечно, учреждения общего и среднего образования. Как мы выглядим на фоне других регионов нашей республики Беларусь? Ну тут я бы сказал бы так, что мы не ставим такую цель, чтобы как-то у кого больше, у кого меньше численность молодежи, скорее тут вопрос качества. И в этом вопросе Гомельская область это, конечно же, молодежь со знаком качества. Ну вот это, наверное, самое важное. Что бы вы назвали основной миссией общественной организации, которую вы представляете? Только ли это работа с молодежью? Ну, собственно говоря, каковы вообще основные направления деятельности БРСМ? Сейчас, конечно же, основное направление и вообще в целом мы видим, какое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. И мы, как союз молодежи, конечно же, этим тенденциям не уступаем и стараемся им соответствовать. Это, конечно же, развитие внутреннего потенциала и творческого потенциала молодежи. Ведь мы знаем, что молодежь ставит перед собой цель, это, конечно, цель самореализации. И здесь, конечно же, БРСМ протягивает руку помощи. Это волонтерское движение. Это студенческие отряды, как я вам уже называл. Это работа в социальных сетях. Это работа еще по международному сотрудничеству. То есть разнообразных направлений очень много. Они, я думаю, каждый молодой человек может себя реализовать в том или ином направлении и найти для себя что-то приемлемое и интересное. Ну вот вы сказали про патриотическое воспитание молодежи. Собственно говоря, сегодня посвящена этому программа. Вот приведите какой-нибудь наиболее интересный пример, как эта работа проводится. Конечно же, можно отметить такие интересные акции, которые проходят у нас. И наши являются визитной карточкой. Вот у нас запущен был в прошлом году проект «Голос памяти». Это создание такой видеобиблиотеки записи участников Великой Отечественной войны ветеранов, Великой Отечественной войны узников. И мы создаем такую видеобиблиотеку, чтобы молодежь могла в последующем ознакомиться с нею. И мы прекрасно знаем, что сейчас ветеранов становится все меньше и меньше. Но вместе с тем у них есть такая возможность теперь те самые мысли и ту самую жизнь, которую проживали эти люди, узнать. Узнать про них, посмотреть и послушать. Это как один из таких самых интересных, ярких, то, что было презентовано в прошлом году. Также у нас 22 июня в 4 часа утра символично День памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. У нас на Бабана, на монументе под Польщиком проходит акция «Никто не забыт, ничто не забыто», целью которой является сбор, конечно же, молодежи. Мы символично выпускаем эко-голубей. И при этом присутствует очень большое количество людей, в том числе и руководство Гомельской области. То есть мы стараемся через какие-то новые формы работы с молодежью и воспитывать это гражданско-патриотическое воспитание. Но вместе с тем это системная и целенаправлая работа. Одними акциями или какими-то мероприятиями, конечно же, невозможно воспитать настоящего гражданина-патриота. Конечно, это комплекс мер. Вот вы сказали про интересные акции, а мне всегда было интересно, я думаю, что и нашим телезрителям тоже. Как же разрабатываются, собственно говоря, акции БРСМ? Только ли это какой-то единый мозговой центр? Либо каждый участник может прийти, свою идею предложить. Если она достойная, то она будет реализована. Здесь я бы сказал, что все члены БРСМ, в принципе, являются генераторами идей. Потому что сами идеи, они возникают в первичных организациях. То есть есть какие-то характерные черты для определенной той самой первичной организации. Я могу, как пример, просто назвать колледж Льва Семеновича Вугодска. У них есть такой замечательный патриотический проект, который называется «Голоса ушедших деревень». Суть его в том, что они высаживают деревья, яблони, яблонью сад. И это приурочено, это все, ко дню хатынской трагедии. В 36-й годовщине они высадили яблоневые деревья. И каждая дева символизирует ту деревню, которая пострадала чернобыльской катастрофой. Это отвечая на ваш вопрос, что все идеи, нет какого-то определенного центра генерации этих идей. Каждая первичка на своем уровне может генерировать все самые идеи. И, конечно же, может с нами обмениваться этими самыми идеями и делиться с другими первичными организациями. Ну вот завершение разговора про акции, которые проводятся в БРСМ. Расскажите, на чем будет сосредоточено внимание в работе вашей организации в самой ближайшей перспективе? Может быть, какой-то особенно крупный проект планируется? У нас традиционно к дню Конституции Республики Беларусь, к 15 марта, у нас планируется всебелорусская акция «Мы граждане Республики Беларусь», где мы будем торжественно вручать самым активным, самым лучшим, самой лучшей молодежи нашей гомельщины паспорта гражданина Республики Беларусь торжественной обстановки. Но это из самых ближайших перспектив. Ну тогда давайте обратимся к другим векторам работы БРСМ. Как развивается направление деятельности, связанное с волонтерским движением? В каком векторе оно сейчас развивается? Ну, на данный момент мы сейчас, даже когда проводилась выставка «Беларусь интеллектуально», наши волонтеры активно помогали нам как-то людей координировать, которые приходят на данное мероприятие. То есть даже вот сейчас наши волонтеры молодцы сработали, и вузы, и колледжи сработали, чтобы как-то облегчить людям посещение данной выставки. Вот даже в этом примере можно наблюдать деятельность наших волонтеров. Также постоянно действуют у нас акции. У нас такая есть акция красивая, это, конечно же, восстановление святынь Беларуси. За прошедший год мы около 32 храмов Гомичины помогли благоустроить наши волонтеры. Ну и в то же время есть у нас такая марафон «Дом добрых дел», который называется «Осекраски жизни для тебя». Это по сбору денежных средств для детей, которые имеют некое заболевание, либо какие-то особенности. Мы тоже активно включаемся в этот процесс, помогаем в сбору денежных средств. Ну и тоже из актуальной, это те люди, которые у нас приехали из Украины, в Республику Беларусь. Мы тоже стараемся оказывать им помощь, будь то денежная помощь, либо какая-то материальная какая-то помощь. Мы тоже стараемся здесь включаться и ни в коем случае не оставлять таких людей в их критичной жизненной ситуации. Ну то есть я так понимаю, что и благотворительной деятельностью ваша организация занимается? Да, конечно. Важным аспектом в работе всех государственных институтов является сохранение исторической памяти и донесения исторической правды. Расскажите, как работники, участники, вернее, общественного объединения доносят этот тезис до членов организации? Ну, как я вам говорил, самое лучшее донесение является личной, очной встречей непосредственно с молодежью, когда мы выходим в первичные организации, проводим общение и приглашаем других представителей. Можно еще пригласить тех ветеранов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Это как из таких очных, интересных способов для того, чтобы донести ту самую историческую правду и память. Также могу, как вот уже на примерах, могу, так проще будет мне говорить, это мы оцифровываем памятники, тоже включаемся в этот проект. Цифровая звезда у нас присутствует, такое направление, то есть как деятельность мы оцифруем памятники с нанесением потом на табличку QR-кода, где каждый может гражданин, юный будет, то или взрослый, ознакомиться с историей этого памятника, вообще с этим событием, которое пришествовало возникновению этого монумента. Александр, такой достаточно, ну, может быть, нестандартный еще вопрос хочу задать. Вот БРСМ очень часто называют кузницей кадров. Вы видите ситуацию от первого лица. Вот насколько реально БРСМ может становиться такой первой ступенькой в карьерные лестницы? Ну, скажем так, я прямой пример, который может сказать о том, что БРСМ всегда во все времена был как социальным лифтом. Это некий такой резерв кадров для государственной работы, службы, те люди, которые готовы действительно созидать на благо Родины, которые являются патриотичными, активными и могут приносить свою пользу. Поэтому это действительно так. На этом есть, конечно же, действительно примеры конкретные. Это не просто теория. Это действительно практика. И вот живой пример сейчас перед вами. Александр, большое спасибо, что пришли в наш эфир, что уделили свое время и высказали свое компетентное мнение. До свидания. В нашем эфире мы услышали мнение двух экспертов. И действительно, патриотизм у каждого свой. И в Беларуси этому вопросу уделяется большое внимание. А ведь это действительно крайне важно в складывающейся, крайне сложной геополитической обстановке. Спасибо, что смотрели этот телеканал «Беларусь-4 Гомель». Михаил Садовский. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok